Акцизы на бензин Однако ситуация в Ульяновской области сегодня чуть лучше, чем в других регионах ПФО. Такая сущность сегодняшнего процесса экономического. Но в связи с тем, что соглашение было подписано правительством РФ до 1 марта, мы надеемся, что стабилизация все-таки некоторая будет. Ну а далее, я думаю, все компетентные органы должны с этим разбираться. В начале ноября крупнейшие нефтяные компании России договорились с федеральным правительством о заморозке цен на топливо до конца текущего года. В будущем цены можно будет поднять на 1,7% в январе следующего года. Вот и получается, что бензин так и будет постепенно расти, пока не изменится налоговая и экономическая политика в целом. Цена на топливо влияет на всех. Логистика по доставке товара в большей степени завязана на автомобильный транспорт. Поэтому дорогой бензин в конечном итоге закладывается в цену любого товара. Но больше всех страдают автовладельцы, которые ежедневно заправляют бензином своих железных коней. Как вы относитесь к росту цен на бензин? Отвратительно. Отвратительно. Вот ощутимо, часто вы заправляетесь? То есть сколько у вас из бюджета уходит? Четыре раза в неделю. А сколько заправляетесь? Две тысячи. Но бьет это по карману? Наверное, да. Мы категорически относимся к тому, что после роста бензина у нас будет повышаться на все цены. Поэтому не хотелось бы нам этого. Отрицательно. Почему? Ну, неправильно это как-то, я не знаю. Меня это очень не устраивает, как водитель. Рост цен отрицательно. Почему? Ну, дорого. Страна, которая производит такие ресурсы, население столько платит за них. Из-за того, что цены на бензин будут расти, есть большая вероятность, что автолюбители будут искать выход из ситуации самостоятельно, не надеясь на высоких чиновников. Как вариант, переход на газовое обслуживание автомобиля. Наталья Чумаченко, Юрий Ломатов. Новости Ульянской правды.